Валерий Кальниш 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 Это фактически близкое к президенту лицо. Ты не можешь напасть напрямую пока на президента, потому что он все еще имеет высокий рейтинг. Давайте найдем кого-то рядом и будем его систематически гамселить со всех медиа и прямых политических орудий, чтобы ослаблять его. Таким образом ты, по сути, продвигаешь президента ультимату, выставляешь. Ты или избавляешься от кого-то, или мы тебя будем дальше мочить. Понятное дело, что это не оставляет никакого выбора у президента. Он должен или сдавать своих, а понимая, что он сдает своих, ему будет после этого тяжело вообще вести свою политику. Во-вторых, кого-то сдавая из своих, кому он доверяет, он серьезно ослабевает, потому что президент это же не просто один человек, который утром встает, идет на работу, вечером ложится в кровать после работы. Это институция, работу которой организовывает бэк-офис. Собственно говоря, глава бэк-офиса это и есть глава администрации. Если ты увольняешь главу бэк-офиса, то ты разрушаешь, по сути, работу всего президента. Третье, касательно всех обвинений, которые звучат в адрес Ермака, они выглядят несостоятельными, они выглядят неубедительно, потому что никаких доводов от независимых источников или от источников, которые пользуются беспрекословным доверием у украинских граждан или международного сообщества нет. Более того, есть доводы, указывающие на противоположное. Если пытаются представить Ермака, как российского агента, шпиона и так дальше, каким образом, когда Ермак постоянно общается с Салливаном, Ермак общается с ЦРУ, Ермак общается с госдепартаментом, с заместителем госдепартамента Викторией Муланом и так дальше, посвящен в самый узкий круг вопросов. Ездят на встречу в Британию, в узкий круг присутствуют, где наверняка делится тоже информация от Ми-6 и так дальше. То есть даже если мы начнем в самом худшем сценарии верить в эту конспирологию, то фактическое разворачивание происходящих событий указывает на то, что это фейк. Хорошо, я бы хотела Валерия об этом тоже спросить. Потому что иначе бы этот человек не входил в такое узкое доверительное круг общения не с украинской стороны, а со стороны наших западных партнеров. Валерия, а вы как думаете, есть ли опасность в этой фигуре Андрея Ермаке, главе Офиса Президента? Я уже рассказывала нашим зрителям о ситуации с Вагнергейтом, так называемым, о расследовании Белинкета Инсайзер. И хочу у вас уточнить, кто этот человек в вашем представлении, Андрей Ермак? Это человек, который действительно обеспечивает жизнедеятельность Офиса Президента. Человек, которого в стране называют вице-президентом, хотя, замечу, у нас такой должности официально в стране нет. Точно так же, как и Офис Президента, он не является конституционным органом, а Андрей Ермак не является избранным человеком. Это клерк, который достаточно имеет сильное влияние на Владимира Зеленского. И здесь я буду говорить то, что я думаю. Мысль моя очень проста и, в общем-то, то, что называется на поверхности. Владимир Зеленский всегда за те два с половиной года, пока он является президентом, он окружал и делал ставку именно на глав своих офисов. Они для него являются такими костылями, которым он делегирует. У меня нет информации, я повторяю это мое убеждение. Он делегирует решения сложных вопросов. Те вопросы, в которых он некомпетентен, те вопросы, в которые он не хочет ввязываться, в которых он ничего не понимает. Сначала Андрей Богдан, теперь Андрей Ермак являются людьми, которые принимают на себя весь груз ответственности за непопулярные решения. При этом Владимир Зеленский является человеком, действительно, пока еще с самым высоким рейтингом, если мы говорим про президентский рейтинг. Но который, то что называется тефлоновый, к нему не литнет не только потому, что он хороший и замечательный президент, и политика его настолько выверена, что она приносит благо государству, но и потому, что он не решает непопулярные вопросы. Непопулярные вопросы являются прерогативой главы его офиса. Поэтому вот этим человеком он и является. Действительно, ему делегированы вопросы и решения вопросов с Россией. Это правда. Я бы прокомментировал тоже. Да-да-да, я хочу вас, как раз, Сергей, вернуть, собственно, к этой истории про заговор, про свержение власти, госпереворот. Скажите, почему нет уголовных дел? Почему президент объявляет о ситуации, о серьезнейшем преступлении, которое готовится, по его словам, но при этом никого не преследует? Я по очереди, посмотрите, так вышло уже, что буду комментировать. Во-первых, манипуляция состоит в том, что Андрея Ермака называют вице-президентом. Кто его называет? Его называют так оппоненты. Любой оппонент может придумать кличку и этой кличкой называть. Это не значит, что это так является. Сереж, первый раз обращение к вице-президентам было у Юлии Владимировны Мостовой в зеркале недели. Первое, она его так назвала. Это ее право называть кого угодно. Таким же образом, я не знаю, мы можем называть Порошенко шоколадный заяц. Это же не солидно, правда? Вы этим занимаетесь? Я никогда его не называл шоколадным заяцем. И более того, у нас в социальных сетях, у нас свобода в стране настолько расцвела. Это очень хорошо, что у нас есть свобода и демократия, что мы можем любому политику придумать прозвище, называть его, ввести эти прозвища, вводить в публичный дискурс и так дальше. Но про вице-президента это просто мем, который придумали люди. Кто-то может придумать ему мем, не знаю. Мне кажется, это такая деталь незначительная, Сергей. Давайте к важному. Это деталь, которая придумается и ложится в нарратив. Потому что потом, когда ты разворачиваешь информационную кампанию под названием «Огонь по штабам», то «Огонь по штабам» находится та цель, которую нужно стрелять постоянно для того, чтобы ослаблять весь штаб. Этот штаб – это, собственно говоря, Ермак. Поэтому давайте бить по Ермаку, потому что он же вице-президент. Если бы вы придумали не вице-президента, а старший по зданию, то тогда бы придумали новую информационно-нарративную кампанию. Не в этом суть. Суть в том, что идет целенаправленная политическая борьба внутри страны для того, чтобы добиться целей теми кланами и теми партиями, которые недовольны происходящим. Они недовольны, потому что их отодвинули от власти и потому что их постепенно ограничивают в финансовом интересе и в политическом влиянии. В частности, вы упоминали Рената Ахметова. Он упоминается как человек, который может быть вовлечен в этот заговор. Системно происходит наступление на его интересы. В частности, я это знаю не по наслышке, а знаю по сфере деятельности, которая имела отношение. Это ограничение его интересов в сфере инфраструктуры. В железной дороге, в транспортной инфраструктуре, перевалки в портах и так дальше. Цена вопроса для него в следующем году минимум, в этих двух сферах, минимум, ну, давайте скажу, 250-300 миллионов долларов. Это огромная сумма по украинским меркам, только в одной сфере. Я не говорю про другие сферы. Конечно же, если ты олигарх, ты можешь выделить десятую часть этих денег, раздать ее политическим каким-то своим содержантам. Они будут тебя защищать, отрабатывать на трибуне парламента, в телеэфире, привлекать журналистов из-за рубежа, из России, с Авика Шустера и так дальше. И они будут вести эту кампанию дальше. Что вы говорите? Нет уголовных дел. Ну, скажите, вот у вас есть доступ к единому реестру досудебных расследований? То есть это пока еще досудебное расследование, а президент об этом уже сообщает общественность? У меня тоже нет. Смотрите, у нас в Украине даже нет такого термина, уголовные дела. У нас есть, называется уголовное производство, которое открывается путем внесения записи в единый реестр досудебных расследований. Этот реестр является закрытым документом. Ни я, ни Валерий, ни вы к нему доступа не имеем. Поэтому утверждать, что дела есть или дел нет, это является манипуляцией. Я убежден, что спецслужбы, извините, я не закончил спецслужбы, в рамках своих контрразведывательных мероприятий, конечно же, документируют, собирают информацию, и в определенный момент эта информация уже существует в реестре. Просто эта информация не публикуется до тех пор, пока, например, не предъявляется кому-то подозрение. Правильно? У нас действует система уголовно-процессуальная таким образом, что у нас дело против кого-то становится только когда вручается подозрение. Это соответствующий документ, сложенный, составленный следователем для того, чтобы лицо, в отношении которого это вносится, могло защищаться, могло нанять адвоката, чтобы оно шло на допрос готовым. То есть еще время не пришло предъявить это объект? Нет, это просто отсутствие и для вас, и для меня информации по данному моменту не значит, что такого расследования не ведется. Меня удивил очень тон, который президент избрал в общении с журналистами на этой пресс-конференции. Сергей, прежде всего вас спрошу, а потом к Валерию перейду с тем же вопросом. Вы не чувствуете разочарования, когда глава государства вдруг вот так вот даже оскорбления какие-то с его стороны звучат в отношении, ну пусть тех журналистов, которые ему не нравятся? Разве это допустимо? Смотрите, я скажу так. У нас в стране демократия не по форме, а по сути. В вашей стране президент может обращаться к журналистам по имени-отчеству и на вы, но строить концлагерь в России, диктатуру, которая приводит к тому, что каждый... Давайте мы об Украине, о том, как у нас в России журналистика, я знаю, правда, очень хорошо, лучше, чем вы, поверьте. Я вам скажу так, пусть у нас лучше будет президент, который может общаться на коротке с журналистом, который может, скажем так, обмениваться с ним репликами, уколами, и при этом оставаться человеком, и Украина будет лидером всего постсоветского пространства в плане демократии, где у нас любой голос услышан, где у нас нет репрессий, где у нас не сидят оппозиционеры в лагерях и в тюрьмах, чем мы будем иметь президента, как у вас, который, может быть, и общается на вы, но построил диктатуру на территории самого большого государства в мире. Вы сейчас ведете себя, как Мария Захарова из российской МИДы, которая каждый раз сравнивает, если что-то не то происходит в России, с Соединенными Штатами. Я просто говорю о том, что происходит. Это моя оценка. Вы хотели услышать? Конечно, конечно. Но я, поскольку у нас свобода на дожде, в отличие от других российских СМИ некоторых, позволяю себе оппонировать. Пусть лучший украинский президент остается человеком и свои эмоции даже так проявляет. Хорошо. И у нас после этого журналисты не исчезают. У нас после этого их ждет желтый бобик возле выхода с президента. Услышала вас. Их не везут на допрос. А они остаются свободными. Более того, они даже позволяют там дальше ходить оскорблять президента и так дальше. Это пережитки, я бы сказал, такое. Это демократия в квадрате или даже в десятой степени. Но лучше у нас будет пусть такая демократия, чем у нас будет авторитализм. Я вас поняла. Для страны это в любом случае лучше. Валерий, смотрите, а если еще один аргумент, помимо того, что уже сейчас Сергей упомянул, привести. Насколько я понимаю, сторонники Зеленского говорят о том, что те журналисты, с которыми у него не складываются отношения, они работают на телеканалы олигархов. Это те самые телеканалы, которые контролируются бизнесменами и вынуждены, как считают, опять же, сторонники Зеленского, должны, в общем, определенную повестку продвигать. Вот как вы отвечаете на подобные аргументы? И какие у вас впечатления о том, на общение президента с журналистами? Это вот как раз к вопросу о доводах. Сережа, вначале меня обвинил в манипуляции по поводу госпереворота. Я тогда буду обвинять в манипуляции. Вести себя по-хамски, это не значит защищать демократию. И вести себя по-хамски, это не значит, что другой альтернативы в ведении с журналистами нет. И ставить на весы свободу слова, пусть у нас хамят, и пусть он будет просто выражать эмоцию, но у нас не будут садить. Это вещи, они не связаны между собой напрямую. Поэтому... Валер, кто владелец канала, на котором ты работаешь? Скажи, пожалуйста. Сереж, до недавнего времени это был Порошенко. Правда. А сейчас? Канал прямой, насколько я понимаю. Сереж, смотри, я сейчас говорю не как голос Порошенко, понимаешь? И можно разделять, можно работать на канале Порошенко и иметь собственную точку зрения. Позови меня на программу хоть один раз. Я на твоем канале не был с момента его учреждения ни одной секунды. Позови меня к себе на эфир. Хорошо, что вы встретились в эфире, да? Я не позову или нет? Хорошо, я тебя позову. Давай, ради эксперимента. Приходи, давай, я приду. Но смотри, история же не в этом. История же не в этом. Нет, давай. История в том, что тех, кто против Порошенко, на этом канале не появляются. Давайте, Валерию, дадим возможность сказать правду. Вопрос же не в этом состоит. У тебя очень, как бы так, лобовая. Вот Украинская правда, к которой ты имел отношение очень долгие годы. Вот она написала расследование Миши Ткача о том, как Ермак летал с Зеленским в Гуту. Отдыхали они там все. Что мы услышали? Мы услышали хамство по отношению к журналисту Украинской правды. Тебе ничего там не ёкает? Нет, когда ему называют, что цыгана-медведи мы не брали, и все нормально. Это не хамство. Это вообще, собственно говоря, его человеческая реакция. Это все. Он никого не оскорблял. Ну, в пышку можно брать человеческую реакцию. Совсем не обязательно посылать. Не надо обвинять журналиста в том, что он выставил этот самый, когда выстрел с Байрактара был. Что в этом такого, даже если Бутусов первым это сделал? Ну, как это что? Вот, собственно, в стране, где мы сейчас эти дебаты проводим, в России, это создало огромный негативный информационный фонд против Украины. И надо в этом радоваться в конце-то концов. Мы выстрелили по врагу. Что здесь такого? Что здесь надо выставлять вот такую ситуацию? Он открыл и нарушил государственную тайну. Ну, ей-богу. Так вот. Давайте, Валерий, завершит, и я попрощаюсь. У нас в Москве, в Москве, в Москве, в Москве, в Москве, в Москве. Хамить. Вот и все. Это очень простая точка зрения. И она, мне кажется, просто очевидная. А проводить зависимость того, что я вам нахамлю, но я тебя не посажу, это странная логика. Я ее, честно говоря, не приеду. Мне кажется, что вы, вы, вы рассказали. Единственное, я могу добавить, что, конечно, я хамство тоже не поддерживаю. Я считаю, что ошибок во время пресс-конференции президента было множество сделано в части персональной коммуникации. Он не должен переходить на личное. Он должен оставаться холодным. Но я понимаю его при этом, что он, как человек, который не имеет политического опыта и таланта носить маски политиков, именно политиков, чисто как украинские политики делают, знаете, ходят на эфиры, пускают там скупую слезу, а потом после эфира идут и деребанят страну. У него он таким не занимается. Поэтому он говорит в лоб, как есть. И я вам скажу, выбирая между этим и тем, я выберу это. Спасибо вам. Спасибо. Мне кажется, что мы на вполне... Я жду приглашения на эфир на канал. Да, мне кажется, что мы с вами завершаем на вполне позитивной носе. Все мы против хамства и все мы за... В общем, все хорошее против всего плохого. Нет никаких сомнений в этом. Я благодарю. Благодарю вас обоих. Это Валерий Кальниш, украинский журналист. Сергей Лещенко, депутат Рады, восьмого созыва и тоже журналист. Спасибо вам за эту дискуссию.